Журнал New Yorker вчера вечером сообщил о том, что четыре женщины выдвигают обвинения против генерального прокурора штата Нью-Йорка Эрика Шнайдермена, заявляя, что он подвергал их физическому насилию без их согласия. И буквально через несколько часов после этой публикации Эрик Шнайдермен, который добивался переизбрания на пост генерального прокурора штата, заявил о том, что он уходит в отставку. Вот, в частности, что сказал Шнайдермен в своем заявлении. В последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно отвергаю. Хотя эти утверждения никак не связаны с моим профессиональным поведением или работой офиса генпрокурора, они не позволят мне возглавлять офис в это важное время. Поэтому я уйду в отставку в конце рабочего дня 8 мая 2018 года. И журнал «Нью-Йоркер» сообщает о том, что две женщины, которые выступили с обвинениями против Эрика Шнайдермена, сделали это публично. То есть их имена называются, две другие женщины выдвигают обвинения анонимно. Согласно публикации в этом журнале, 63-летний Эрик Шнайдермелл имел привычку злоупотреблять алкоголем. За вечер он мог выпить две бутылки вина и энное количество бурбона, после чего он, очевидно, достаточно часто прибегал к насилию против своих возлюбленных, женщин, с которыми имел интимные связи. Сообщается также, что в качестве любовниц Шнайдерман подбирал женщин старше 40 лет, полагая, что именно им втайне нравится грубое обращение с ними. Генпрокурору нравилось не только бить женщин, судя по публикации в этом журнале, но также издеваться над ними, контролировать, как они одеваются и в какой форме потакают его желанием. Одна из женщин, чьи обвинения журнал публикует анонимно, как сообщается, известный в Нью-Йорке адвокат. И вот она рассказывает, что после того, как она отвергла домогательство Эрика Шнайдермена, тот так сильно ударил ее по лицу, что оставил синяк. Сам Эрик Шнайдерман признался журналу Нью-Йорк, и я цитирую, что во время интимных отношений он прибегал к ролевым играм и иным видам сексуальных действий по обоюдному согласию. Я ни на кого не нападал, никогда не вступал в половые отношения без обоюдного согласия, подчеркнул Шнайдерман в своем заявлении, которое он направил в редакцию журнала «Нью-Йоркер». Губернатор штата Эндрю Коума, а также сенатор от штата Нью-Йорка Кристин Джилибрэнд и другие политики, буквально через несколько часов после этой публикации призвали Шнайдермена покинуть свой пост. Вот, в частности, что заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Коума. Никто не стоит превыше закона, включая старшего сотрудника системы юстиции Нью-Йорка. Мое личное мнение состоит в том, что, учитывая картину изложенных в статье из обличающих фактов, я не считаю, что Эрик Шнайдерман может продолжать выполнять функции генерального прокурора штата, и на благо офиса он должен уйти в отставку. Эрик Шнайдерман, то есть, должен отметить, что вот те женщины, которые выступили с обвинениями в адрес Эрика Шнайдермана, сказали журналу Нью-Йорка, что они сделали это, потому что были возмущены лицемерием генерального прокурора. Эрик Шнайдерман, как уже говорилось, был известен как активный сторонник женского движения MeToo, движения, которое выступает против сексуальных домогателей, сексуального насилия. Он также предъявил иск голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну и его брату Роберту. Вайнштейн, как вы знаете, тоже подвергался, тоже обвиняется в сексуальном насилии. И нужно отметить, что отставка Шнайдермана была совершенно неожиданной в штате Нью-Йорк. Она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Дело в том, что Шнайдерман не только собирался баллотироваться, переизбираться на пост генерального прокурора штата, но многие прочили ему также и пост губернатора штата Нью-Йорка. Возможно, не на этих выборах, а может быть в следующем предвыборном цикле. Так что это действительно очень громкая отставка. И Шнайдерман был одним из самых влиятельных прокуроров в Америке. И активным противником администрации Доналда Трампа. В частности, предъявил несколько исков администрации. И сегодня утром стало известно, что городской прокурор Нью-Йорка, прокурор города Нью-Йорка Сайрус Венса-младший открыл дело, расследуя обвинения против Эрика Шнайдермана. Ирония заключается в том, что совсем недавно Шнайдерман расследовал Сайруса Венса-младшего за то, что тот не открыл своевременно дело против Харви Вайнштейна.